И тут же возникает очень важный, на самом деле, самый важный вопрос для любого, для любых вопросов эволюции. Вопрос, связанный с размножением. Давайте смотрим на других древесных существ. Допустим, белка. Есть белки. Где потомство белки? Белка родила свою серию детенышек. Где они? В дупле. В дупле или в гнезде. Белки, если нет подходящих дупел, сами сплетают в такой шаровидный дом из веток, конопатенком, получается вполне себе жилое помещение. Бельче гнездо называется га-ено. Га-е-ено. Бельче гнездо. Оно имеет не только дно и стенки, оно имеет и крыш. Вполне уютное место. Ну и после этого бельчата в гнезде остались, а мама пошла питаться. Почему мама не может все время находиться вместе с детенышами? Вместе с детенышами. Разумеется. Ведь для того, чтобы вырабатывать молоко, которое является пищей для детенышей, мама сама должна питаться. Без отсутствия никак. Хорошо. Теперь, для того, чтобы получить достаточно еды на свою прокорму, плюс на затрату на лактацию, на вырубку молока, белка должна побегать по территории и набрать достаточное количество еды. Должна. Хорошо. Теперь мы берем и увеличиваем размер зверя. Мы сказали с вами, что приматы сняли затрет на крупный размер на класс. Смогли увеличиться. Сколько еды теперь надо? Больше. Больше, во-первых, на тело. Потому что просто наша масса увеличилась. Во-вторых, больше затрат энергии на само перемещение, тело-то стало потяжелее. Значит, в результате не только структурная, но и энерго. Запросы пошли. Что у нас с дистанцией пищевого возраста? Какое расстояние должна пройти мама для того, чтобы каждый день достаточное количество пищи учить? А как по вашему совмещению размеров тела? Что будет быстрее расти? Длина тела или масса тела? Масса. Масса, масса кубериста. В результате, стоило зверюшкам слегка подрасти по размеру, как тут же оказалось, что дистанция пищевого возраста требует мамины пищевые прогулки растянуть на полдня. А в течение этих полудней, где будут находиться детки, в гнезде и абсолютно без защиты, это нормальное положение, а это крайне рискованное заботовство. У приматов не бывает постоянных гнезд. Приматы, особенно эйпы, любят для себя устраивать на ночь постели. Но это всегда одноразовое мероприятие, они такой матрас высоко кроник для себя из веток спрятают, на нем спят, а потом уходят, они никогда не вернутся. И мать с детенышем, она этот матрас для себя делает, а это не как укрытие для детеныша. Значит, хорошо, если мы гнезд не строим, то что будем с детенышами делать? С собой. С собой. Сколько бельчат бывает у белых? Десять. Нет, десять никак. Ребята, на самом деле здесь очень простой способ посчитать. Сколько, как максимум детенышей, может быть у представителей данного вида млекопитающего? Обсмотреть, сколько сосков на пузе у мамы. Нет, шесть сосков не бывает ни у кого. Это уж либо восемь или десять, либо четыре или два. Так? Значит, у собак, у кошек сколько? Восемь. Значит, иногда бывают беглые дополнительные соски подмышечные. Хорошо. В нашей двухсосковой команде кто, кроме приматов? Не, ну, мы приматы. А еще? О, ребят, у нас очень забористая команда, только сверхгигантная. Значит, слоны и киты, тоже двухсосковая. Причем те же самые нижнегрудные железы у них остаются в рабочем состоянии. Значит, и нижнебрюшные железы есть вариант двухсосковой организации. Коза, лошади, антилопа. У них вымез двумя сосками. Просто это соски не из передней серии, а из задней серии. Хорошо, в результате у белки до 8-9 часов. Чаще меньше, выживают еще меньше. Значит, ну это серия, это много. Ну и теперь представьте себе нашу древнюю примату, самочку, которая нарожала 8 штук и пошла с ними гулять по лесу. Причем не на прогулку пошла, а она за едой пошла, ей 10 надо. Ну и как вы себе это представляете? Они сели. Я ж ты и как. Да. Да, да. Да, это не жарится. Угу. Значит, ну прежде всего она, конечно, сразу потеряет. Потому что идет она на высоте 20 метров по крону, а надо для этого прыгать с ветки наверху. Ну и представьте, на вас сидят 8 тараканов, а вы при этом скачете с ветку наверху. Ну, горе будет. Значит, в связи с этим у всех приматов происходит резкое, катастрофическое снижение разовой удовительства. Для всех настоящих обезьян характерно вновь рождение одного единственного петеныша с одного захода. Двойня у всех обезьян встречается с одинаковой частотой. Еще одно подтверждение, что мы с вами нормальные обезьяны. Вероятность двойни у какой-нибудь мартышки и у какой-нибудь дамы из высшего света Лондона совершенно одинаковая. И вероятность тройни совершенно одинаковая. То есть мы с вами однозаходники. По идее, только один детеныш. Эта ситуация очень редкая в биологическом мире. Дело в том, что это крайне рискованная тактика. Если детенышей так мало, то при смерти детенышей, массовой смерти в данной популяции, что произойдет? Ну вот смотрите, есть у нас, я не знаю, существа, ну я не знаю, те же самые крысы или мыши. Так? Знаете? Пять, семь, до восьми детенышей с одного закона. При этом для души самка становится полдавида на третьем, конец третьего, четвертый месяц. Значит, если популяция кризиса, она в это время, первый раз забеременеет, хорошо. Беременность сама длится два месяца. И уход за потомством и промежуток между следующим за тщательным еще два месяца. Значит, вопрос. Заголок. Каково будет потомство одной мышиной пары? А вы понимаете, что через четыре месяца и ее дочки тоже станут удалитыми. И они тоже будут разнаграться. Значит, в результате, да вы получите около тысячи мышек за один год от одной пары. Значит, хорошо. Теперь вводим, допустим, страшную для нас, совершенно убийственную для нас смертность. 50% родившихся детенышей погибают. Для нас с вами, для приманок, это вот это конец. Значит, такой уровень смертности молодого поколения способен в течение двух-трех поколений просто уничтожить популяцию до нуля. А на мышей такой уровень смертности окажется какое-нибудь воздействие? Да ровно никакого. Вообще-то на самом деле из этой тысячи мышек, которые сформировались за год, да, какое количество имеет право дожить до взрослости для того, чтобы количество мышей в мире не изменилось? Две штуки на тысячу. Так что для них не просто, не ужасно гибель детенышей. Гибель детенышей для них необходима. Так что значит, все это же умеет. Именно так. Значит, это две принципиально разные стратегии эволюционные. Вещь необычайно важная, если хотите разобраться в закономерности эволюции по-настоящему, то понимание этих двух разных стратегий вещь необходимая. Итак, первый вариант. Рожаю много, в пределе чем больше, тем меньше. Называется эр-стратегия. Значит, особенности. Особенности следующие. Во-первых, жизнь каждого индивида, жизнь каждого отдельного дитёра для эр-стратегов, это существенная величина и величина, которую можно пренебрить в свою жизнь. Абсолютно. Индивидуальная жизнь ценности видовой не имеет. Если рождаются очень многие, то гибель даже многих из родившихся никаких неприятностей люди не принесёт. Так, значит, типовой пример, значит, здесь такая рыба треска, слушайте, за один мель, треска мечет 2 миллиона и гривен. Треска рыбы долго живущая, так что десяток мель, чтобы она в своей жизни пройдёт, в результате 20 миллионов потомков закладываемся на совершенно безумную смертность, 99-ти процентную смертность дитёра. Остаётся в живых только 1%. Для трески это что значит? Итак, 20 миллионов икринок она отложила за жизнь. А мы 1% оставили, это сколько? 1% это 20 миллионов, считаем. Отлично, вот это. Количество трески в мировом океане при этой чудовищной смертности уменьшилось или увеличилось. Мы задали чудовищную смертность, 99%. Увеличилось. И во сколько раз увеличилось? В 200 тысяч. Не в 200 тысяч. В 100 тысяч. В 100 тысяч. Потому что, чтобы родить кого-нибудь, нужен папа и мама. В одиночку рожают редко. Понимаете? Так что на смену двоим пришло 200 тысяч. В 100 тысяч раз увеличилось. Ребята, это нормальная ли это катастрофа? Катастрофа. Это экологическая катастрофа, страшная сила. Там же такое количество родительских существ, что немедленно сделают со всеми пищевыми ресурсами. За что уничтожат? Просто уничтожат всё под ноль. А после полного уничтожения пищевых ресурсов, что будет с представителями этого вида? Причём, опять же, со всеми, они все сами поддикнут, они подрубили пул веку, на которой сидели. В результате для эрстротегов характерны не просто большие числа детской смертности, а с нашей точки зрения гигантская, так называемая исключающая смертность. Для них это норма. Именно на это они и рассчитаны. Поэтому у эрстротегов хоть когда-нибудь забота о потомстве убывает? Никогда. Ведь если об этих мелких гадах заботятся, они ещё и выживать начнут. А если они начнут выживать, всё, тогда уже всем комит, совершенно очевидно. Так что никакой заботы о потомстве в этом варианте развития быть не может. Второй вариант наш с вами. Ка-стратегия. Ка-стратегии никто и никогда не переходит в радио удовольствия. Это всегда вынужденное действие. Ка-стратегии держатся обычно живые существа, осваивая такие экологические ниши, где конкуренция за ввиду сладенькая, еды много, а вот немного детёнышка рожать нельзя. Допустим, те же самые китообразные. Так? Значит, в водной среде при млекопитании невозможно рожать много детёнышек. Не протягивает скорбь. Значит, вот у ка-стратегов с очень низким числом рождающихся детёнышек, жизнь каждого из них для существования, дальнейшего существования, вида в целом важна или не важна? Важна. Не только исключающая смертность невозможна, но в принципе высокая детская смертность для ка-стратегов ставит под вопрос жизнеспособность данной популяции. Как можно уменьшить детскую смертность? Нет, ребят, два по теме. Во-первых, первое, физиологически совершенно очевидно. Если я не сотни тысяч половых клеток создаю, а только десятых, сколько питательных веществ я могу вложить в каждую? Понятно, что на порядке больше. А это значит, по степени зрелорождения, по степени развития самых разных органов чувств. Так, детёныш в этом случае будет отличаться от эр-стратегических, они будут более развиты, а значит, с самого начала можно ставить врождённые, более сложные поведенческие программы, а это значит, с самого начала мы обеспечиваем повышенную степень приспособленности питёныша к окружающим условиям. Просто за счёт массового эффекта. Больше вложили вещества и энергии в каждого. Так, плюс к этому, если мы вкладываем настолько мало, можно ли предусмотреть для детёныша какие-нибудь необязательные дополнительные органы, какие-нибудь необязательные дополнительные особенности? Если у нас в запасе всего десятая доля грамма органических веществ на развитие каждого, а из чего вы будете строить дополнительные органы? Там дай Бог, чтобы на основные этого органа хватило. То есть при эр-стратегии, что с вероятностью высокой специализации, то есть построение каких-то специальных органов очень низко. А приказ, стратегия, у нас есть избыток органики, можно специализироваться? В результате, значит, понимаете, в результате что получаем? Гриматы специализировались как э-стратегия, количество детёнышей у них уменьшилось до одного, детёныши рождаются крупными, разумеется, развивается забота о потомстве, и вот самый главный вопрос, к которому мы с вами закономерно подошли к самому концу лекции. А теперь подумаем, а какую специализированную систему будем заказывать? Возможность без специализации есть. Мы в э-стратегии много вкладываем вещества и энергии в каждого детёна, в жидаках мозга. А почему именно мозг? Ага. То есть, вы считаете, что в эволюции будут побеждать обладателя сложного и крупного мозга. Да. Да, классно. А теперь представьте себе такую модельку. Вот это такое заблуждение, которое с детского сада начинается и дальше в течение своей жизни проходит с людьми. Представьте себе такую модельку. Вы выросли и решили заняться бизнесом. И завели торговую сеть. Аж целых четыре палатки. Где торгуют в жизни необходимыми вещами. Допустим, батончиками Марс, с никерцами, какими-нибудь жвачками, кока-колой и так далее. Вот у вас торговая сеть такая развитая. И для того, чтобы рассчитывать свои финансовые дела, строить статистические планы и так далее, вы закладываете постройку компьютерного центра, заказываете суперкомпьютер, заказываете лучших программистов. Так, скажите, пожалуйста, что с вами будет как с предпринимателем? Сразу заняться. Дело в том, что возможности информационного обсчета и ситуации должны соответствовать уровню сложности тех задач, которые нам предстоит решать. Развитие мозгов в одном единственном случае становится выгодно. Так, если развитие экологии, вида, приводит к постановке сложных поведенческих задач. Вот если сложных поведенческих задач нет, крупные мозги помогут или помешают? Нет. А чем мешать-то можно? Ну, болтались бы черепушки, крупные мозги. Можно заниматься. Хорошо, спали бы. Допустим. Ну, давайте просто смеем. Да. Ребят, нервные клетки – самые требовательные из всех клеток. Они потребляют существенную долю того кислорода, который наши легкие оконят в крови. Они требуют исключительно стабильной концентрации сахара. Одна десятая процента глюкозы выйдет на полу. Значит, на две сотые процента отклонилась концентрация и человек впадает в пол. Они требуют раз в 50 больше клеток защитников, клеток обслуживающего персонала нейроблея. Вот, потому что сами-то ничего не умеют делать. Они умеют только открыть информацию. Так? Так что это очень дорогая система. И держать ее на всякий случай непонятно под какие задачи. Вещь энергетически разорительная. И существа, у которых по несчастью началась эволюция нервной системы в сторону усложнения и укропнения без основания – это тупики. Они никогда рацион не разорваются. Ну и последний маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а что же за такие сложные поведенческие задачи у приматов, чтобы возникла необходимость усложнения мозга? Да? Общение между собой. Разумеется. И между собой даже… Ребята, это почти у всех млекция. В основе всего общения всегда. Какое общение между собой, без которого обойтись нельзя? Куда всего? Да не между собой. Между собой тоже вторичное дело, вторичное ворудование. Да? А не по-английски. Значит, общение матери-детеныша. Как вы собираетесь осуществлять заботу об отрубстве, если у вас нет двухстороннего контакта? А эта система требует вполне серьезного развития нервной системы. Хорошо. Мать защищает детеныша. Классно. Но у матери летят не бесконечные силы. Как дополнительно можно повысить надежность выживаемости детеныша? Защищать мать. Не обязательно отец это делает. Одну их не обязательно. Это вы привычную человеческую схему натягиваете на голос. А дело в том, что чаще это не так. Чаще большая группа приманная, великий стадо называется. Там никто не разбирается, кто чей сын, кто чья дочь. Так? Все стадо, кого будет защищать? На кого затопить? Не все в своем окормеют. Опять же, чисто человеческая точка зрения, такой фаминизм XX века. Не детеныши, конечно. Матери, которые родили в этом году. Так? Значит, вот они в центре стада. Через год у детенышей детство кончится. Детство – это такой аванс, который выплачивает стадо детенышей. Степень защищенности. А через год, через год у мамы другой роман. Да? И детеныш из сферы максимальной защиты выгоняется к чертову нахер. Скажите, а во взрослом мире, в мире взрослого стада он умеет что-нибудь делать или ничего не умеет? Не умеет. Где он окажется? В самом опасном месте. В том месте, где никто не хочет быть. По краям стада Бейперия. Это, ребятки, кончилось золотое детство и учился самый крутой этап жизни любого млека. Детеныш стал подростком. Подростковый – это сдача экзамена. Чему научился в детстве? При этом начиняет на экзамен зачет. Здесь всего две формы оценки – зачет и незачет. Незачет на этой проверке. Что такое? Смерть. Смерть тебя свидетельствует. На самом деле, вот этот год детства для всех приматов исключительно важный, исключительно рискованный и очень много дающих в перспективе вещей. Но за всем все. Основные характеристики приматов мы с вами сегодня посмотрели. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Спасибо.